Здравствуйте! Это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. Сегодня у нас очень острая тема. Мы сегодня говорим о таком злободневном вопросе, как рюмочные продажи алкоголя, переведение этой продажи в цивилизованное русло, что делается для этого на законодательном уровне нашего региона и на законодательном уровне федеральном. Сегодня у нас в студии гость программы Олег Станиславович Лебедев, председатель Постоянного комитета по экономике областного парламента. Олег Станиславович, ну вот это такая палка о двух концах всегда у нас алкогольная тема. С одной стороны, это очень важная составляющая любого бюджета, практически любой страны, потому что это подоксизный товар, он дает серьезный доход. А с другой стороны, это такое зло, и особенно когда оно, ну здесь больше идет речь о культуре питья, когда оно употребляется от алкогольных, в так называемых этих наливайках, рюмочных, то это безусловно зло, особенно когда они расположены в домах жилых домов. И вот я знаю о том, что сейчас уже какие-то даже, ну первое лицо нашего государства подписал закон о том, чтобы эти условия размещения в жилых домах ужесточить, так чтобы все-таки основному числу граждан непьющих стало легче жить, чтобы не было этого шума под окном, драк. Что сейчас делается вот в связи с этим законом, с этим императивом федеральной власти, что сейчас делается на уровне законодательного собрания нашего региона? Ну давайте мы по порядку, вы мне так много сразу набросали тем. Давайте начнем с того, что действительно 24 апреля президентом Российской Федерации 2020 года были подписаны изменения в 145-й федеральный закон, который рекламентирует и производство, и оборот, и потребление спиртосодержащей продукции, ну алкогольной продукции, скажем так, на территории Российской Федерации. Этот закон на территории России федеральной, он уже с 5 мая этого года начал действовать. Касается он прежде всего тех объектов, скажем так, которые расположены в жилых домах. Но там, мы знаем, что в этих жилых домах есть и достаточно там, скажем, большие такие легальные объекты, кафе, рестораны, которые были спроектированы, да, как объекты общественного питания. Так, в последнее время, да, появилось и огромное количество вот этих всех псевдобаров, там, псевдорюмочных, наливаек, особенно вот в цокольных этажах, в подвальных, на первых этажах, которые... А почему псевдо? Объясню, потому что, на самом деле, во-первых, в ГОСТах нет такого понятия, как бар, как рюмочная. У нас есть такое понятие, как ресторан, кафе, столовая, понятно, да. Это вот, и, скажем так, если такие объекты, они ведут свою деятельность незаконно, я их, например, не могу назвать непредпринимателями. Если люди, например, торгуют контрафактной продукцией или спиртосодержащими жидкостями, например, там, разводят воду со спиртом и под видом водки, ну, хотя те, кто ее потребляет, понимают, что это не водка, потому что она так... Легальная водка не может стоить такие деньги, по которым их ее продают. Или там, скажем так, некачественные пивные напитки продают. Или, помните, всякие алкоголи, содержащие коктейли, всякие джентоники, была целая волна, с которыми мы боролись, да, там. Вот, это вот первый аспект. Но давайте все-таки разберемся сначала с тем, что на территории Российской Федерации действительно у нас потребление алкоголя не запрещено, да, у нас есть легальные производства. И действительно, если мы говорим сегодня о бюджете Тверской области, то мы говорим о том, что у нас первая статья по доходности – это налоги на доходы физических лиц, вторая – это налог на прибыль наших предприятий, и третья – по доходности – это производство и реализация подакцизных товаров. Это и алкогольная продукция, это и топливо, и масла, поэтому это достаточно такой важный сегмент экономики. Если он, конечно, легальный, опять же, если все это производится на легальных предприятиях, продается легально, бьется через систему эгоиз, эгоиз, да, уплачиваются налоги, то это очень важно. К сожалению, мы понимаем, что не только на территории нашей области, а в нашей области ситуация, скажем так, в последние годы была достаточно серьезна усилиями и губернатора Тверской области, и надзорных органов, и законодательных органов, законодательного собрания депутатов местного самоуправления, более-менее порядок наведен. Особенно, когда была у территории регионов возможность, мы в свое время принимали такой закон, который регламентировал деятельность вообще объектов общественного питания, чтобы исключить эти маленькие такие полуподпольные точки, когда там должны были быть туалеты для посетителей, туалеты для персонала, количество посадочных мест, площадь залов для обслуживания клиентов, обязательно возможность у людей помыть руки и так далее. Опять же, это наша работа вместе с Министерством контрольных функций правительства Тверской области о выдаче лицензии и так далее. Но потом на федеральном уровне из полномочий субъектов Российской Федерации регулирование деятельности объектов общественного питания на уровне субъектов было отменено. Мы только занимались, осталось у нас регулирование по времени работы магазинов, продающих алкоголь. И здесь тоже целый есть аспект. Это пресловутая алкогольная лобби? Ну, здесь, наверное, я бы так не говорил, возможно, и оно действует, и, возможно, были жалобы на то, что в отдельных регионах какие-то перегибы были и так далее. Сейчас не хотелось бы называть такие регионы, которые звучали, где вообще был наложен запрет на продажу и употребление алкогольной продукции или буквально по одному-два магазина на чуть ли не на целый субъект Российской Федерации оставалось. Это такая тема очень непростая. Более того, я хочу сказать, что мы видим опыт таких регионов, как Татарстан, потому что они, например, часто меня подвергают критике, но я еще раз, наверное, скажу свою позицию. Во-первых, конечно, мы должны соблюдать антимонопольное законодательство. Но я всегда говорю так, что если у нас население потребляет алкоголь, то первое, для нас очень важно, чтобы этот алкоголь был качественным, чтобы он не мог нанести вред здоровью наших граждан. Это первое. Второе. Желательно, чтобы это все было легально, и эти налоги поступали в бюджет нашей области, и потом мы могли с этих денег финансировать и медицину, и образование, и культуру. И, наверное, неплохо было бы, уж так вот, как в некоторых регионах есть, там люди употребляют алкоголь, произведенный на местных предприятиях. Во-первых, тогда за качеством этого алкоголя легче следить, и тогда еще получается одна достаточно весомая доходная статья, это с тех предприятий, которые производят этот алкоголь. У нас такие предприятия тоже производящие и крепкий алкоголь, и водку, и коньяк, и пиво, и вино на территории нашего региона есть. Поэтому я так всегда говорю, что, конечно, для нас было бы интереснее, чтобы тогда это были качественные напитки, произведенные на территории нашего региона. Но навязать это мы не можем. Наверное, к этому списку, который надо добавить еще и культуру потребления, потому что сейчас мы больше про это говорим, вот эти рюмочные, они людям, в общем-то, живущим в домах все равно, что-то те пьют какую-то. Ну, во-первых, давайте мы говорим, что, первое, речь идет, когда мы говорим о действии вот этого такого черного сегмента, этого рынка, назовем так это, даже бизнесом не могу сказать, то о какой там культуре идет речь, если, например, мы фиксировали, мы продолжаем, правда, сейчас гораздо меньше фиксировать, когда, например, продаются спиртосодержащие жидкости. То есть это спирт, смешанный с водой, качество этого спирта может быть непонятным и так далее. Да, это вот такой сегмент. Если мы говорим вообще, поскольку я этой проблемой уже более 8 лет занимаюсь, и мы знаем, что в свое время сейчас эта проблема более-менее с системой ЕГАИС, с более жесткой позицией государства решена, мы знаем, что на Северном Кавказе у нас были легальные заводы, но они, например, в третью смену производили алкогольную продукцию, она была достаточно неплохого качества, но она была без акцизных марок, но, понятно, с нее не уплачивались налоги, это вот один вариант алкоголя. Дальше мы сегодня вместе с сотрудниками полиции работаем вместе, и мы видим, что есть факты у нас на территории области, когда достаточно серьезные такие, скажем, производственные мощности вскрываются по производству нелегального алкоголя. Это однозначно контрафактный алкоголь, но хочу сказать, что там оборудование иногда, которое мы видим, оно стоит порой миллионы долларов. Это серьезная экономическая такая деятельность, это серьезный криминальный доход. И мало того, что надо этот алкоголь произвести, его надо еще где-то реализовать, мы с вами прекрасно понимаем, потому что ни один легальное кафе, ресторан, бар, он этим заниматься не будет. Почему? Во-первых, очень высокие штрафы, раз, во-вторых, это проблемы с отзывом лицензии алкогольной. Это вот, поэтому зачастую объектами сбыта такой продукции становятся либо вот такие полулегальные магазины, ларьки, либо вот эти наливайки, как мы их называем, которые кочуют у нас, вот как сейчас уже мы совсем недавно, да, вот этот рейд проводили, мы видим, что они опять двигаются, то они объекты общественного питания, то они магазины, скажем, маленькие по продаже, да, вот, например, там пива, хотя мы понимаем, что там зачастую на витрине нет крепких алкогольных напитков, но мы с вами не можем проверить, что у них там под прилавками и так далее. Прервемся буквально на полминутки и продолжим. Самое главное впереди, не переключайтесь. Итак, мы продолжаем. Это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. Сегодня мы говорим о такой злободневной проблеме, как продажа алкоголя и все вытекающие от этого проблемы. Это продажа алкоголя. В первую очередь мы говорим про продажу в жилых домах, но сейчас на законодательном уровне, федеральном, региональном назрели, они уже реализуются, изменения, которые, ну, гармонизируют, что ли, вот это взаимоотношение хозяев этих точек, граждан и посетителей этих точек. Здесь очень много интересов пересекается. И сегодня у нас в студии гость программы Олег Саниславович Лебедев, председатель постоянного комитета по экономике областного парламента. Я сейчас приоткрою небольшой секрет, буквально в преддверии этой программы мы провели рейд, поучаствовали в нем по этим рюмочным, поэтому не голословно, как говорит, самая свежая информация, буквально с колес, вот вам говорим, хорошо знаем, как сейчас обстоят дела с этим. Я напомню, что это прямой эфир, его телефон 300-190, если у вас возникали какие-то проблемы, может быть, вы живете в таком доме, где по-прежнему действует такая рюмочная, или наливайка, как их в народе называют. Вот, звоните в наш эфир, делитесь своими наблюдениями, говорите, рассказывайте об этой проблеме. Мы будем стараться вам помочь. Телефон прямого эфира 300-190. Олег Саниславович, вот перед перерывом мы начали говорить о том, что торговля алкоголем – это важная составляющая для бюджета, для экономики и региональной, и федеральной, что это подоксизный товар. Но дело в том, что вот эти ограничения, они где-то, конечно, когда вводятся, они, конечно, где-то прижимают незаконно, в первую очередь, торговцев. И мы знаем, что эти ограничения совершенно разные. Вы говорили уже, что по площади определенные ограничения, по количеству мест и так далее, и так далее. Но для жителей самое важное – это ограничения по времени. Потому что людям не нравится, когда ночью устраивают крики, драки под окном. Это самое главное, с чем приходится простым гражданам сталкиваться. Какие ограничения по времени в новом законе предусматриваются? В новом законе, Дмитрий Леонидович, речь не идет об ограничениях по времени. У нас принято уже на уровне субъекта Российской Федерации, Тверской области. Через наш комитет, через законодательное собрание мы ввели более жесткие моменты ограничения торговли подоксизной продукцией, алкоголем не в объектах общественного питания, в магазинах, имеющих лицензию на торговлю алкоголем. Это с 10 вечера до 10 утра. Это да, общефедеральная норма. Нет, это не общефедеральная, потому что где-то с 11 вечера до 11 вечера можно торговать и так далее. Нет, мы сузили эту норму. Второй момент. Помните, мы сталкивались, еще раз вернусь, с тем, прошли целый этап такой сложной борьбы, и тоже много себе шишек понабивали, и в свой адрес и угроз получили, и так далее. Когда мы наблюдали, чтобы обойти эту норму, в магазинах появились тоже эти бары, так называемые. Помните, когда там крышку откручивали, выдавали эту бутылку под видом того, что это объект общественного питания. Сейчас практически нам удалось навести здесь порядок, хотя еще такие факты бывают. И мы сразу заметили, как многие такие магазины, они сразу же прекратили свою работу в ночное время, потому что им стало невыгодно этим заниматься абсолютно. Потому что они жили как раз только за счет нарушений закона и продажи этого алкоголя. Даже в центре города нашего такие магазины, они хорошо были на слуху, их молодежь хорошо знала, там машины вокруг них собирались, шум, гам, песни и так далее. Это вот что касается ограничений по времени. Конечно, мы тоже, вот сегодня вводятся ограничения, еще раз мы говорим, те изменения, которые вносятся в 145-й федеральный закон, они касаются объектов общественного питания. Понимаете? Не магазинов, но порой отделить тоже очень сложно. Вот мы видели, когда проводили рейд, совсем недавно этот там объект был, вот условно говоря, этой наливайкой рюмочной, которая работала, даже мы так как анекдота видели объявление, да, которое вот на улице Горького удалось нам закрыть, такое заведение, в кавычках, криминальное, где много было очень жителей, обращений жителей этого жилого дома, оно у них перерыв был с 4 утра до 5 утра, да, ну как вот на табличке написано, то есть время перерыва у них с 4 утра до 5 утра, а так практически круглосуточно. Жители должны были успеть поспать за это время. Да, поэтому сегодня, конечно, мы сейчас будем наблюдать попытки кочевать, условно говоря, из вот этих наливаек и рюмочных, мы уже видим, потому что они очень быстро адаптируются, они будут сейчас переделываться в магазинчики, да, тогда им придется соблюдать, во-первых, время работы, здесь они уже тогда позднее 10 вечера не смогут работать, раз они не точка общественного питания. Второе, ну мы тоже вот проводя этот рейд, ну и разговаривая, наблюдая, мы видим, что они все равно что делают, например, торгуют там пивом, пивными напитками там и так далее, они как бы их в пластиковую тару наливают, но тут же они продают там стаканы, да, условно говоря, закуску, ну мы понимаем, что где-то столики стоят, чтобы это можно было тут же употребить. И здесь вот, конечно, нам вместе с сотрудниками полиции, с органами надзорными, да, с Роспотребнадзором придется еще серьезно поработать и вместе с органами власти на местах для того, чтобы, ну, навести здесь порядок. Но, тем не менее, мы надеемся, что нам даст это возможность еще целый ряд вот таких объектов полукриминальных, да, вот беспокоящих граждан все-таки закрыть. И особенно прекратить их работу в ночное время, потому что, перейдя в разряд уже магазина, они, по крайней мере, не смогут работать после 10 вечера тогда. Вот, потому что многие из этих точек, они что делают? Они сегодня не получают лицензию, да, в Министерстве контрольных функций, они торгуют, как бы, слабоалкогольными напитками, пивом. Хотя мы понимаем, что там мы же не можем проверить, что у них там за витриной, условно говоря, да, там в плодовках и так далее. Вот, такие факты мы тоже наблюдали, их знаем. Но, тем не менее, я еще раз говорю, что мы найдя, я рассчитываю, что законодательное собрание Тверской области вот в ближайшее время вместе с правительством нам удастся этот закон региональный принять. Предлагается усилить эти ограничения по площади, ну, чтобы довести их примерно до 30 квадратных метров или более, ну, вот, еще, скажем так, чтобы вот эти вот маленькие заведения, они прекратили свое существование, прекратили беспокоить наших граждан. Ну, и, по сути говоря, мы тоже понимаем, что такие вот заведения, они, по сути говоря, с экономической точки зрения, могут им экономически выгодно работать только вот в такой серой или черной схеме. Я помню, когда вот мы несколько лет назад рейды такие совершали, например, наблюдали такую сцену, как в один из ларьков, тоже находящихся в Заложской районе, мы наблюдали такую картину. Где-то в 10 вечера к нему подъезжал каблучок, к этому ларьку, который торговал фруктами. Из этого каблучка доставались алкоголь, понятно, пиво там, водка, зачастую там низкого качества или, может быть, контрафатная. Ночью все это торговалось, условно говоря, утром все это вывозилось, потому что ночью проверки, естественно, проходят гораздо реже, ну, понятно. И это вот, как только они, естественно, теряли возможность торговать и табачными изделиями, потому что два у них основных направления, это был алкоголь и сигареты, скажем так. Как только мы у них их лишили возможности этим торговать, они тут же прекратили работать в ночное время, потому что, согласитесь, ну, вряд ли кто-то в час или в два ночи пойдет покупать огурцы, помидоры, фрукты и так далее. Поэтому это целая такая очень сложная отрасль деятельности. Здесь очень важно отделить, конечно, добросовестных предпринимателей, которые торгуют нормальной качественной продукцией, уплачивают налоги. И, кстати, вот от тех псевдопредпринимателей и нарушителей закона, которые торгуют контрафактом, спиртосодержащими жидкостями, у нас еще есть проблема. Это торговля вот последнее время, скажем так, некачественным пивом. У нас появились вроде как бы крафтовые сорта пива под эгидой того. Это маленькие такие пивоварни небольшие, вроде бы которые должны как раз качественный продукт производить. Но зачастую мы наблюдаем, что это пиво, оно ближе к каким-то пивным напиткам, что оно не проходит весь технологический цикл, быстро готовится, изготавливается. Причем иногда методом добавления туда, опять же, спирта или спиртосодержащей жидкости для того, чтобы градус этого напитка поднять, да, и, соответственно, люди его там употребляют. Это очень и очень серьезная такая проблема. Более того, если уж говорить об этой проблеме более глубоко, скажем так, в рамках нашего диалога, мы пообъезжали многие районы Тверской области, например. И, честно скажу, не хочу называть просто ни одно муниципальное образование специально, но мы наблюдали такую картину, когда вот в ночное время на молодежных дискотеках, я сам приезжал, смотрел, например, продается под видом водки явно спиртосодержащая жидкость. А почему? Это сразу заметно по цене. Потому что легальная водка, ну, она не может стоить этих денег, понятно, потому что есть определенные ограничения, ее минимальная цена за 0,5, да, там и так далее. Понятно, что это вот такая жидкость. Второе мы говорим о чем. Тоже я бы обратил такое внимание на такой сегмент черного рынка, очень болезненный. Это вот ночные всякие дискотеки, клубы, причем вот чем дальше от Твери, в Твери это еще хоть как-то контролируется, потому что здесь больше органов контролируется. А там, и могу по своему опыту сказать, что и говоря с врачами, со специалистами, с теми, кто дегустацией занимается, например, если вот виски какой-то, молодежь пьет виски с колой, да, то, конечно, там вообще колоссальные люди деньги извлекают. Почему? Потому что если вот смешать этот суррогатный виски, скажем так, с колой, то на вкус определить качество этого напитка, потому что кола забивает все, там, кока-кола, пепси-кола, вот это все. И качество напитка определить очень сложно. И бывают и отравления, и так далее. А доход, ну, от продажи вот таких вот коктейлей, он, ну, очень серьезный, будем так говорить. Поэтому это очень серьезная глубинная проблема. И действительно, не зря в наш адрес там и угрозы поступают, и нам, и нашим семьям, и вы помните, и заявления на нас в полицию пишут, что мы там превышаем полномочия, когда там пытаемся за прилавок заглянуть, или там, помните, были, мы вели видеосъемку там без, ну, покупали вот эти вот, особенно когда шла борьба с джентониками вот этими произведенными, где вообще там непонятно где там они вообще в гараже произведены, разлиты и продавались. Это очень такая болезненная, серьезная тема. Но тот закон, который мы должны принять, и наш президент, который и наши коллеги из Государственной Думы инициировали, он должен дать нам возможность еще один шаг сделать для того, чтобы навести на этом рынке порядок и решить и те социальные проблемы, которые мы знаем с вами прекрасно, очень волнуют наших граждан. Огромное количество обращений, людей, которые живут в вот этих жилых домах, которые по ночам там вот, мягко говоря, торгуют этим, да, там собираются эти компании, они шумят, мордобоят, драки, и все это этому присутствует. Двери выносят, окна там, вот мы видели, да, картины, где там такие объекты тоже, они имеют место. Это целый такой очень серьезный пласт работы, который нам всем предстоит. Важно еще раз, я говорю, не только принять законопроект, но добиться его исполнения и добиться вот тех качественных улучшений жизни наших тверичан, наших горожан. Ну вот вы сейчас говорите о опыте нашего региона, о тверичанах, а мы знаем о том, что в первом, втором чтении в других регионах, Самарской, Челябинской, Петербурге уже принят эти законы. В первом, да, в двух чтениях принят он уже в Самарской области, в Республике Тыва, в первом чтении это Санкт-Петербург, Владимир, Челябинск, да. Действительно, каждый регион, он сегодня идет, кто-то оставляет вот эту федеральную норму 20 метров, кто-то, как вот мы предлагают наши коллеги, ее увеличить до 30 метров, кто-то идет, увеличивает до 50 метров, ну такие есть случаи. Вот, все это тоже вот такие элементы. Но важно задействовать и еще раз провести ревизию уже всех тех ограничений, которые уже действуют и по времени, и требования санитарных норм определенных, для того, чтобы вот нам еще раз прошерстить эти объекты, просеять их и избавить наших жителей от вот назойливого соседства в жилых домах, это первое. Второе, избавить нашу реальную легальную экономику от вот такой конкуренции, потому что она не в состоянии, конечно, конкурировать. Ну и сохранить здоровье наших граждан, которые могут просто отравиться в таких, потерять свое здоровье вплоть до летальных исходов. Да были такие исходы, конечно. Просто не всегда это связывает одно с другим. На самом деле это было. Очень серьезная такая большая проблематика. Да, ведется всегда дискуссия о балансе крепких алкогольных напитков. Сегодня, вы знаете, Государственной думой и правительством Российской Федерации принято ряд законодательных норм, поддерживающих виноделие в России. Да, сегодня, чтобы в республике Крым, в Ставропольском, Краснодарском краях, в республиках Северного Кавказа, Южного Федерального округа производились винограды. Винограды, да. Винограды, да. И качественное вино бы производилось, опять же, потому что принято ограничение для того, чтобы ограничить ввоз вот этих суррогатов винных тоже, которые там в цистернах везутся. Здесь разливаются, качество их иногда бывает весьма сомнительным. Ну и, естественно, эти деньги, они не наполняют экономику наших регионов. А мы знаем, у нас там и Новый Свет, да, и там такие марки, как Лев Голицын, и Абрау Дюрсо и так далее. У нас много предприятий даже еще с царских времен, которые даже потребляли эти на международном рынке, котировались эти напитки, которые из натуральных продуктов, из вина сделаны. Потребление пива тоже очень важно. Еще раз обратить внимание для нас, что сегодня мы видим, что очень много на этом рынке появилось вот таких вот пивных напитков низкого качества, которые тоже могут нанести вред здоровью населению. Здесь тоже нужно быть очень внимательным, потому что сегодня качественное пиво, даже вот мы смотрим за границей, да, кто бывает, там, где у нас легальные заводы, оно не дешевое. Более того, выводится так называемый баланс, вот специалисты часто показывают, сколько на, условно говоря, полулитровую бутылку водки можно было выпить бутылок пива там в советское время, вы помните, да, вот этот баланс, сколько сегодня можно купить, ну, там, качественного пива. И сегодня пиво – это достаточно такое качественное пиво, достаточно дорогой продукт. Многие жалуются на то, что сейчас правоохранительные органы не совсем эффективно реагируют на те запросы, которые поступают, на те жалобы от граждан. То есть, как здесь можно говорить о том, что и у нас есть какое-то лобби, что ли, криминальное, или просто правоохранительные органы у них не хватает возможностей закрыть моментально вот такие заведения? Вы знаете, тот вопрос, который вы подняли, он, конечно, очень непростой. Я бы сейчас, как бы, мне трудно вот, ну, давать такие оценки. Я могу сказать, что на территории Тверской области, благодаря усилиям и правительства Тверской области, и губернатора нашего Игоря Михайловича Руденя, и законодательного собрания, и органов полиции, да, вот мы взаимодействуем и надзорными органами, Роспотребнадзора, мы работаем в одной команде. Исключать, конечно, того, что какие-то там объекты могут, так мягко говоря, там, работать под надзором, да, чьим-то, мы не можем. Но таких фактов в последнее время выявляется у нас все меньше и меньше. Это правда, да. И мы видим, что много объектов все-таки таких самых вредоносных, самых беспокоящих граждан нам все-таки удалось закрыть. Хотя борьба иногда с такими объектами, не поверите, там иногда занимает чуть ли не год, полтора, иногда полгода. Но сегодня мы убедились, что все-таки это работает. У нас есть звонок, давайте примем звонок нашего телезрителя, радиослушателя. Слушаем вас. Добрый день. Алексей Менславович, хотел бы задать вам вопрос. Вот вы только что сейчас, конечно, сказали, что борьба идет полтора года и больше, да. Но вот я знаю, что у нас в городе работает много магазинов ночью, которые продают алкоголь, причем не стесняясь ничего. То есть взять магазин на 15 октября, на улице Макарова, на площади Терешкова есть. То есть практически в каждом районе города есть магазин, который торгует алкоголем ночью. Причем где-то там стесняются, допустим, покупаешь алкоголь, а тебе выносят его в пакетики, грубо говоря, или из машины выдают. А в других местах просто на кассе покупаешь свободно, и эти магазины, причем годами уже работают. К сожалению, такие факты действительно еще есть у нас, да. Надо на них обращать внимание, доводить их до правоохранительных органов, до полиции, конечно, вести за ними надзор. Это вот погоня за этой прибылью, ну скажем так, она зачастую людей толкает на этот незаконный путь. И, конечно, несложно таких людей назвать добросовестными предпринимателями, да, субъектами экономической деятельности. Сегодня, да, такие факты есть. Но то, что их стало значительно меньше на территории нашего города в последнее время, да, это мы тоже знаем. Но поэтому о них нужно заявлять, обращаться с этим и в администрации районные наших районов, и в правоохранительные органы, прежде всего, да, к сотрудникам полиции. И в органы Роспотребнадзора. Зачастую нам приходится через судебные решения проходить. Это тоже целый пласт достаточно серьезный, когда мы видим, что там налагаются штрафы или там временные закрытия. Но они такие не приводят к каким-то результатам. Это большая, серьезная работа, в которой мы должны все объединиться, прежде всего, и с нашими гражданами, горожанами. Но и все-таки хочу сказать, что вот тот закон, который принят нашими, инициирован нашими коллегами в Государственной Думе из фракции «Единая Россия». Кстати, очень активно этим законом занимается зампредседатель Совета Федерации Турчак. На контроле держит наш коллега. Общероссийский народный фронт подключается, поскольку закон уже сегодня подписан президентом в исполнении его поручений. Это очень важно для нас максимально отработать и получить максимальный эффект. Еще раз я говорю, и для здоровья наших граждан, и для их спокойствия и благополучия, скажем так, особенно в ночное, вечернее время. И для того, чтобы все-таки у нас легальный бизнес мог конкурировать и продавать легальную продукцию, уплачивать налоги в бюджеты всех уровней, прежде всего, и в областной, и в федеральный бюджет. Это очень для нас важно. И сегодня, может быть, даже я так, насколько это мне там можно, но еще раз я говорю, вот я в виде опыта Татарстана, например, там очень много людей, которые в целях патриотизма употребляют легальную продукцию, произведенную на территории своей республики. Может быть, нам тоже больше употреблять качественного нашего алкоголя, поддерживать наших российских товаропроизводителей, скажем так, быть патриотами своей страны, потому что эти деньги, они будут оставаться, по крайней мере, в казне нашего и региона, и Российской Федерации. А когда мы употребляем, скажем так, импортный алкоголь, дорогой, да, там все вот эти известные марки, там, и джина, и виски, и коньяков, то, по сути, мы подпитываем чужую экономику, скажем так, наши деньги, они уходят за границу, условно говоря, работают на благополучие тех государств. Но это такая очень тонкая, конечно, вещь, потому что, конечно, кто-то скажет, что надо самим производить качественный алкоголь, а у нас сегодня появляется качественный российский алкоголь, он гораздо дешевле по цене, сопоставим по качеству уже дешевле по цене, его можно приобрести, употреблять. Но, к сожалению, конечно, большой пласт населения сегодня, он гонится за вот этой дешевизной, за ценой. Может быть, это просто разные категории потребителей, тот, кто ходит в хорошие рестораны, тот точно не пойдет в рюмочную, и тот, кто ходит в рюмочную, тот вряд ли будет покупать более дорогой алкоголь. Ну, конечно, тут сейчас на эту тему можно долго рассуждать, у всех разные доходы, разная покупательская возможность, да, и, конечно, мы понимаем, что у нас сегодня есть возможность и самогоноварения, которая в целях собственного употребления, она как бы не запрещена. Но мы тоже знаем, что есть те, которые производят самогон в больших объемах. Есть еще целая большая проблема, которой наш комитет занимается, это, скажем так, у нашей области очень большая по протяженности, у нас очень много населенных пунктов, и в этих населенных пунктах нет магазинов. И, например, в маленькой небольшой деревне проживает население, например, пожилое, бабулечки, дедулечки, граждане, у них нет магазинов и нет возможности, по сути говоря, приобрести легальный алкоголь. Поэтому тоже мы сегодня думаем с нашими коллегами из Государственной Думы, как все-таки возобновить эту выездную торговлю. Раньше это автолавки, сейчас это уже называют их многие автомагазины. Я лично сторонник того, чтобы в очень ограниченном, жестко подконтрольном возможности, может быть, дать, например, тем субъектам торговли, которые находятся в режиме частного государственного партнерства, под жестким государственным контролем, все-таки торговать алкоголем, используя систему ЕГАИСа или отложенного ЕГАИСа. Чтобы у людей была возможность потребить и легальную водку, и шампанское к Новому году купить, или бутылку вина. Это тоже очень важно. Всеми этими вопросами приходится заниматься, их анализировать, принимать непростые решения. Ну и, конечно, для нас всех чрезвычайно сегодня важно пропагандировать здоровый образ жизни. Чем больше наши дети будут заниматься спортом, я лично считаю, чем позднее молодой человек или девушка, попробовали алкоголь, не надо с этим торопиться. Вы знаете, что многие коллеги сегодня ведут разговор, например, в Америке, в Соединенных Штатах Америки, потребление алкоголя разрешено только с 21 года, есть такие страны. И в Европе с 18 в некоторых странах. Везде по-разному. Но мы тоже видим, что вот эта американская молодежь зато там гурьбой ломится на территорию Мексики, напивает. Тут очень много всяких вот этих факторов. Здесь нужно действовать очень качественно, аккуратно. Вот как хирургу со скальпелем, чтобы не навредить и действовать очень грамотно. А когда мы вот иногда законы вводим, потом они отменяются, появляется вот такой, скажем так, не бизнес, а вот эта вот такая криминальная сфера деятельности, она быстро перестраивается, трансформируется, находит эти ниши и продолжает свою деятельность. Поэтому здесь нам еще достаточно много придется работать. Ну а нам, всем я хочу пожелать, чтобы на территории области, я надеюсь, что мы в ближайшее время и в первом, или там сразу в двух чтениях, или в первом, втором чтении, сейчас этот закон проходит оценку регулирующего воздействия. Мы его примем и продолжим нашу работу по наведению порядка на этом рынке, скажем так. Ну и дадим возможность нашим горожанам, в данном случае уже говорю, как депутат, избранный от города Твери, от Заворского, на территории всей области, все-таки и немножко навести порядок, чтобы наши жители могли более спокойно жить, не подвергаясь вот таким негативным воздействиям, как шум, драки, там могли бы ночью спокойно отдыхать. Безусловно, интересы жителей на первом месте здесь стоят, я имею в виду, основных, вот 99 процентов, которые страдают от этого. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, наш телефон 300-190, если у вас какие-то есть собственные наблюдения, жалобы, и как вы вообще сами считаете, нужно ли ужесточать законодательство в плане продажи и потребления алкогольной продукции. Кстати говоря, относительно ужесточения законодательства не получится так, что действительно, как у нас часто бывает, ужесточение, мы об этом уже тоже говорили, норм, оно выдавит вот этот сегмент этих алкоголиков, и они будут просто это по дворам, по детским площадкам, в квартирах, что лучше. У нас, когда обсуждали в городской думе эти вопросы, в том числе с председателем правопорядка, то один из коллег депутатов сказал, да вы, говорит, радуетесь, что есть эти рюмочные, по крайней мере, они там сконцентрированы, где-то сидят там в каком-то подвале и пьют, а не орут по дворам. Но мы знаем, что сейчас, особенно в теплое время года, они выходят на улицу, кричат. Не получится, что ужесточение норм действительно приведет больше в серый сектор, что будет больше самогоноварения на продажу, что будет больше потребляться в каких-то местах, в квартирах, алкоголь. Не получится это так? Дмитрий Леонидович, ну, естественно, мы пытаемся просчитать последствия все, посмотреть. Во-первых, еще раз я хочу сказать, что это принятие данного федерального закона, и то, что он подписан президентом, да, и то, что он уже 5 мая вступил в федеральную часть на территории Российской Федерации, минимальное ограничение в 20 квадратных метров, ну, говорит нам о том, что наше государство действует вот в этом направлении. Конечно, последствия, я лично считаю, что последствий, положительных последствий будет гораздо больше. Я поддерживаю эту инициативу. Какие-то негативные последствия мы, безусловно, тоже, видимо, будем иметь, будем их оценивать. Как вот мы тоже оценивали ситуацию, когда мы ограничивали, например, продажу алкоголя по времени, да. Например, захотел кто-то, мне задавали вопросы некоторые, говорят, а вот человек там захотел выпить после 10 часов, где он там прибыли. Но когда у нас закончится, я надеюсь, вот эта вот кризисная ситуация, связанная с ковидом, да, 19-м, все-таки будут работать легальные нормальные рестораны, кафе, туда можно сходить. Заранее купить. Он может что-то заранее, да, приобрести алкоголь. Мы понимаем и мы знаем, что все равно на этом рынке даже по-прежнему есть и таксисты, которые торгуют этим алкоголем. Вот из звонков мы знаем, что есть и торговые точки, которые продолжают в ночное время торговать этим алкоголем. Да, это, к сожалению, эти факты есть. Но если мы не будем двигаться в этом направлении, в нововведение здесь порядка. Но и самое главное, я еще раз говорю, что, правильно вы говорите, это и воспитание нашей молодежи, и культуры употребления алкоголя. И это все должно двигаться, как говорится, мы должны вместе. И развитие спорта, массового спорта, молодежного спорта, это тоже очень... Альтернатива, да, чтобы было чем заняться. Важно. Поэтому здесь вы задаете очень непростые вопросы, конечно, на которые я, хотя я человек, который занимается этой проблематикой, вот уже на протяжении там восьми лет, уже второй созыв, да, я являюсь председателем комитета по экономике и предпринимательству законодательного собрания. Конечно, мы видим тоже обращения предпринимателей, которые, например, тоже волнуются, что там есть очень популярные там у нас бары, куда молодежь ходит, там, ну, назову, например, вот там, мне недавно говорили, там, не закроется ли таун, например, там, да, в результате принятия, там, как такой бар-кафе-таун, да, знаете, у нас в центре города. Да, много таких... Много таких объектов, да. Поэтому наша задача, конечно, все это взвесить, произвести вот оценку регулирующего воздействия, посоветоваться с легальным, еще раз я говорю, бизнесом, именно с легальным, законопослушным, тем, которые торгуют только легальным алкоголем. Те, кто уплачивают налоги, прежде всего, мы на них должны быть ориентированы, а не на тех псевдопредпринимателей, которые нарушают закон, скажем так, который наносит, я еще раз говорю, вред экономике наших регионов и здоровью наших граждан и создают вот эти социальные серьезные проблемы. Вот, поэтому наша задача вот в этом направлении двигаться. Ну, а исключить того, что мы увидим кого-то, да, распивающим алкоголь сегодня, даже вот во времена пандемии, честно говоря, вот была хорошая погода здесь, я наблюдал на городском пляже, на территории нашего округа людей в компании, распивающих алкоголь. Причем были они без всяких масок, к сожалению, ну и... Но обычно это не самые социально ответственные граждане, так поступают. Да, конечно, есть потребители этого сегмента, да, но мы понимаем, мы должны действовать все-таки не в угоду им, скажем так, а, естественно, в угоду основной массе граждан, законопослушных, и сохраняя их интересы, здоровье и интересы экономики. Перевоспитать тех, кто уже лет 20 употребляет алкоголь за гаражами и так далее, в таком ключе, конечно, перевоспитать их и представить, что они будут пить качественный алкоголь, там, качество аперитива и так далее, это, конечно... Ну, всякие мы наблюдаем процессы, бывает и те люди, которые вот долгое время употребляли, потом какой-то момент наступает, может быть, что-то там человек к вере обратился, или там в связи с какими-то серьезными изменениями в здоровье, или с какими-то трагическими ситуациями в жизни человек перестает там употреблять алкоголь. Это такой очень сложный проблем. Или наоборот, начинает. Или наоборот, начинает, да. На эту тему все-таки, наверное, лучше говорить не с теми, не с нами, мы специалисты в области экономики больше, а с врачами, с наркологами, с психологами. Это все-таки, наверное, я всегда очень болезненно отношусь к тем людям, которые все знают, на все вопросы могут ответить, поэтому... Ну, дело в том, что это здесь только в социально-экономическом аспекте можно эту проблему рассматривать, потому что мы понимаем, что, с одной стороны, это экономика, бизнес, но без социального аспекта ее не решить никогда эту проблему. Ну, безусловно. Более того, сегодня, скажем так, я даже так скажу, что очевидно, в позиции и Государственной Думы Российской Федерации, и в позиции нашего президента, да и в позиции нашего губернатора Игоря Михайловича Руденя, социальные аспекты, они всегда ставятся в приоритете. Потому что вот даже сегодня, когда эпидемию мы сегодня наблюдаем, все-таки первая задача это сохранение жизни и здоровья наших граждан на первом месте, ну и на втором это очень важно, это, скажем так, сохранение экономической деятельности и так далее. Хотя, порой, вот эти проблемы в экономике тоже очень серьезные социальные проблемы могут вызывать и психические расстройства людей, и суициды, и так далее, и безденежье толкают тоже, может, людей на совершение каких-то преступлений и так далее. Поэтому, когда там кому-то детей кормить нечем, это очень сложная такая тонкая материя, но наше государство во главе с президентом, я считаю, мы вот очень на достойном уровне этот этап все-таки проходим, давайте так говорить. Ну, рубки позитивные уже. Надеемся, да, что наш регион, более того, я хочу сказать, что вот, наверное, конечно, рано еще подводить какие-то итоги, мы еще находимся, да, вот здесь. Но Тверская область, несмотря на, еще раз хочу сказать, ее очень сложное географическое положение между, да, там, Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, где очень большое количество заболевших, мы проходим весьма достойно, в общем-то, вот. И надо огромное спасибо сказать и губернатору Тверской области, с моей точки зрения, и правительству, которое с огромным напряжением работает. Ну, стараемся мы, законодательное собрание, помогать в это время, потому что, естественно, коллегам очень сложно. И коллегам наших в органах местного самоуправления работает очень непросто, но и в экономике мы все понимаем. Поэтому, несмотря на то, что вот мы находимся на этом сложном этапе, наши коллеги в Государственной Думе, президент Российской Федерации посчитали нужным, вот, тем не менее, все-таки постараться оградить наших, основную массу наших граждан от вот такого воздействия, таких вот, скажем, таких нелегальных точек продажи алкоголя. Да, может быть, среди них окажутся и пострадают и какие-то даже легальные, возможно. Потому что, когда мы тоже в чем имеем проблематику, скажем, когда мы говорим о небольших муниципальных образованиях Тверской области, а мне сегодня приходится всей областью заниматься, то мы видим, что зачастую у нас на территории, тоже не буду называть небольших поселков или городов, там всего один-два ресторана, кафе, зачастую у них площади залов очень небольшие, потому что там мало ресторанов площадью 200, 300, 500 метров, там редко проводятся такие свадьбы, мероприятия какие-то, то есть, здесь мы тоже должны смотреть, чтобы эти объекты, как говорится, не попали под топоры, например, целый там поселок или город вообще не остались без единого объекта, где люди не смогут, извините меня, ни свадьбу свою отметить, ни день рождения, ни просто там вечером пообщаться с коллегами, ни даже поминки какие-то проводить людей в последний путь, это все очень такая серьезная, тонкая материя и серьезная работа. Но хочу вас тоже поблагодарить и как своего коллегу, вы же тоже зампредседателя комитета по соцполитике, что, конечно, вас социальные аспекты волнуют прежде всего, и, наверное, замечательно, что вот в такой дискуссии, в диалоге, в споре мы приходим к каким-то правильным решениям. Ну, а то, что мы сегодня понаблюдали, что там в рамках нашего рейда вместе с общероссийским народным фронтом мы увидели, что часть объектов закрыты, вопрос закрыты ли они только вот в связи с ковидом, скажем так, и не откроются ли они опять. Судя по состоянию, некоторые закрыты всерьез и надолго, мы видели. Кстати, посмотреть этот репортаж вы можете сегодня уже вечером в программе новости на нашем канале. Не пропустите, там очень много интересной и полезной информации для себя подчеркнете. Вас хочу, Алексей Стасович, поблагодарить за участие в этой программе, за участие, за работу вашего комитета в плане регулирования законодательства. Ну, всего ЗАГС Собрания. ЗАГС Собрания, конечно, ваших коллег, депутатов, которые занимаются этим вопросом приведения в нормальное русло продажи и потребления алкогольных продукций в нашем регионе. Спасибо большое, вам удачи и ждем эффекта от этих мер. Всего доброго. Продолжение следует...